В данном случае видим, что это изменение в пределах нормы, преобладает жировая ткань. 85 ультразвуковых исследований, 40 маммографий, 18 пункционных биопсий, сотни консультаций провели врачи-онгодиспансера Надежды Алтайским женщинам за эти выходные. Участницы прошли комплексную диагностику и получили рекомендации онкологов. Среди участников профилактической акции были и те, кто уже неоднократно обследовался. Десять лет назад я уже здесь тоже была по объявлению. И в этот раз случайно взглянула смартфон и сразу записалась. Значит, судьба. Это очень важное решение для каждого из нас. Тем более для меня, который уже 83 года, но я еще хочу жить. Я три раза в неделю плаваю, хожу по многу, но это не зависит. Надо проверить, конечно, более все подробно. По итогам акции врачи диагностировали 10 доброкачественных новообразований. У двух женщин подозревают злокачественные опухоли. Их обследование сейчас продолжается. Ежегодно выявляется более тысячи злокачественных новообразований молочной железы. В том году эта цифра была 1100, но в среднем эта цифра всегда более тысячи. Эта патология занимает первое место в структуре заболеваний у женщин. Чтобы выявить опухоль на ранней стадии или диагностировать предраковое заболевание, каждая женщина, особенно после 40, должна раз в два года обследоваться на рак молочной железы, после 50 делать это ежегодно. Если это молодая женщина, она должна сходить в смотровой кабинет, где ее посмотрят, акушерочка посмотрит, посмотрят все молочные железы. Если женщина уже дошла до 40-летнего возраста, значит будет рекомендоваться еще и маммографическое исследование раз в два года. Медики напоминают, обследоваться на рак молочной железы нужно не только в дни специальной акции, а регулярно, особенно если на то есть основания. Уплотнение в груди, выделение из молочной железы, боль, отек, покраснение, шелушение кожи в этой области, изменение формы груди, появление асимметрии молочных желез, а также втягивание соска. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.